добрый день зрители и подписчики канала run stein 1 сегодня я предоставляю вашему вниманию совместную работу трех каналов run stein 1 засыпанные города руси и цельнозор речь пойдет сегодня о резонаторах и фракталах несмотря на ту картинку которую вы сейчас перед собой видите это не я своей семьей отдыхая в австралии в парке юрского периода подобное в вашем сознании рисует программа которую вам били в бошку начиная со школьной скамьи этот ролик я начинаю своим опытом в версале под парижем перед вами забор да никакой не забор смотрите дальше и и и и и и и и А теперь ознакомьтесь, пожалуйста, с исследованиями других соратников. Благодарю за внимание. Приятного просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравия! Продолжение следует... Под открытым небом... Да и с молотком и с киянкой в руках... Я устал от чумного бреда... О том, что это просто случайные совпадения... Да и слово просто... Уже хочется просто изъятия словаря Даля... Чтобы это слово просто... Перестало чрезмерно гипериспользоваться... Потому что все в этой теме далеко не просто... Да и сам Далья... К не знанию многих... Был работником УВД... Министерства внутренних дел империи... И занимался... Сбором своего словаря... Для нас с вами... По государственному заказу сверху... И повторюсь... Все эти решетки... Ограды... Заборы... Как и мостовые плиты... Чугунные ступени... Навершия... И так далее... И тому подобное... Все это резонансные формы... Либо с молекулярными структурами... Как я показал в фильме... Гексагон... Либо... Со стоячими волнами в пространстве... А следовательно... Надо не просто... Хавать свой обед... Ходить на работу... На дядю... А еще и задаваться вопросами... В промежутках всего этого... А что вызывало данные... Стоячие волны... Где источник этих волн... И что давало резонанс... Господам... Создавшим все эти произведения... Искусства... В прошлом... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Платон писал о них в своем трактате Тими, где сопоставил каждую из стихий определенному правильному многограннику. По Платону мир Вселенный устроен из этих правильных многогранников. Субтитры сделал DimaTorzok По Платону мир Вселенный устроен из этих правильных многогранников. Так вот, давайте попробуем разобраться. На самом деле это так. Начнем с того, что, относительно недавно, некоторые из космологов на основе данных, полученных зонда микроволной анализотерапии имени Уилкинса от орбитальной обсерватории, пришли к неожиданному выводу. Что наша метагалактика, которая казалась всем какой-то неоформленной, имеет, скорее всего, форму додекаэдра. На этой картинке я это изобразил с ее структурой. Это американцы, по-моему, с французами сделали вывод. Я просто сделал изображение. Но поскольку это додекаэдр, то, соответственно, это тело. А раз это тело, то у тела есть свои границы. А если границы, то, соответственно, у него есть внутренние колебания. То есть любое тело, оно же имеет энергию. Пришли к неожиданному выводу. Есть внутренние колебания. Все эти внутренние колебания внутри тела, они, соответственно, могут быть разночастотными, и они складываются, и в результате образуются какие-то интерфекционные картины, какие-то узлы стоячих волн. Какие-то узлы стоячих волн, и что-то там постоянно происходит. И мы можем применить с вами наши начальные знания физики колебаний к метагалактике. И что-то там постоянно происходит. Постоянно происходит. Постоянно происходит. Постоянно происходит. Постоянно происходит. Продолжение следует... Продолжение следует... И разного рода заграждения, что так часто называют излишествами. Излишествами вовсе не являются, а являются резонаторами формы, некой определенной волны. Вычислить частоту которой могут ученые, если не будут продолжать жевать научную блевотную публицистику. Вычислить, исходя из шага, расстояние стоячей волны. Длина волны определяет и ее частоту. Но ученые ослепли и не замечают эти резонаторы. Привет ученым от гениев из народа. И купола, называемых Хараму, также оказались копиями генераторов Гельмгольца. Лучший материал как для генераторов Гельмгольца, так и для куполов, это золото, что и есть на самом деле. Форма этого генератора, это форма шара, переходящая в конус. Или луковица, что и есть настоящий резонатор в пространстве. А шпиль любого рода есть ненаправленная антенна. Есть еще направленная антенна, также повсеместно встречающаяся в храмовых постройках. Вот пример коллинеарной антенны, как бы на азиатском храме. Для кого храм, а для кого трансформаторная будка. И таких храмов миллионы. А вот пример проявления работы энергосистемы храма. Что-то пошло не так. То ли заземление отвалилось, то ли кто-то плохо выполнял свою работу и храм заработал. А теперь под плеткой и кнутом на электрофизфак Тимура Гаранина. И ему мои аплодисменты. Приветствую, дорогие друзья. Недавно зашел на YouTube посмотреть, как люди делают Wi-Fi антенны. Лучше бы не искал. Количество ереси относительно простых коллинеарных антенн, установленных на любом роутере, показывает, что большинство самодельщиков понятия не имеют, как они работают. Для тех, кто не знает, что такое коллинеарная антенна, это стержневая антенна, между элементарными излучателями которой находятся фазирующие катушки. Излучает коллинеарная антенна точно так же, как и любая другая стержневая антенна. Самодельщики зачем-то измеряют количество витков катушек этих антенн, расстояние между витками. Короче, видно, что они понятия не имеют, как антенна работает. А работает она простейшим образом. А работает она простейшим образом. Цитата из книги Гребенникова. Тексты, оказалось, роли не играют. Лишь материал, форма и размеры. Устройство привязывалось молящимися к лбу, так, чтобы оси свитков были перпендикулярны лбу. И если это утро, другими концами смотрели на восток. Еще профессор Скляров из общества ЛАИ предполагал, что тфелин – это устройство, а намотка на руку призвана усилить эффект антенны, где рука есть часть излучателя приемника. Удивительным образом тфелин и намотка на руку у религиозных ортодоксов представляет из себя тот же серьезный антенный комплекс, подаренный самим наисвятейшим посланникам, или как они его называют, Бога. Эл-Ахим, что в переводе означает всего лишь посланник. Еще один элемент, который, опять-таки, наводит на мысль утерянной технологичности, но, тем не менее, остался полностью ритуал – это наложение тфелина. Тфелин – это небольшая коробочка, в которую вкладывается кусочек текста Торы, и эта коробочка имеет два ремешка. При наложении тфелина используются два таких предмета, то есть одна коробочка навязывается на руку, правши навязывают на левую руку, а левши – на правую. И ремнями оповясывают всю руку. Другая коробочка крепится на голове. Смысл всего этого церемониала, он объясняется одним словом – то есть человек общается с Богом. Но для чего при этом необходимы дополнительные элементы, никто не может уточнить. Только если существует духовная связь, и эта связь не имеет каких-то материальных объектов, то логично предположить, что общаться с кем-то в такой ситуации можно и без дополнительных элементов. Но они при этом присутствуют. Собственно, наложение тфелина необходимо производить перед молитвой к Богу. Что такое молитва к Богу? Это обращение к Богу, связь с Богом. Мы фактически реально имеем, используя неких устройств для связи с Богом. То есть иудеи на самом деле сохранили некий порядок действий в своем ритуале и образ некого предмета, который был техническим устройством, позволявшим производить непосредственную связь с Богом. Любопытно, что в древних текстах упоминается, что тфелина накладывал на себя и Бог. То есть Богу тоже необходимо было какое-то приемное и передающее устройство для связи. И самое вообще парадоксальное, что в одной из угорицких надписей описывается наложение тфелина на голову главным конкурентам яхвалом. С точки зрения монотеистической религии, это не лезет ни в какие ворота, а на самом деле, если высоко развитая цивилизация имела какие-то мобильные средства связи вот в такой форме, то ни одно же это средство было, ну в конце концов, ни в единственном экземпляре. Поэтому и яхвы мог накладывать себе на голову это средство для связи. И вау, почему бы и нет? Приветствую, дорогие зрители, на связи Тимур Гаранин. Сегодня я хочу рассмотреть треугольную антенну в форме салфетки Серпинского. Эти антенны были очень популярны пару лет назад для приема Wi-Fi. Сейчас же, глядя на эти антенны, я понимаю, что это одна из самых худших антенн для приема Wi-Fi. Заряды со всей площади антенны под действием сил электрического поля стремятся стечь к нижней точке. Однако справедливо замечу, что это самая плохая реализация сложения токов, которую я видел. На этом же куске омедненного стеклотекстолита можно было бы изготовить многовибраторную антенну с разной длиной вибраторов для того, чтобы захватить больший диапазон, или с одинаковой длиной вибраторов равной четверти длины волны на частоте 2,4 ГГц, что позволило бы максимально усилить Wi-Fi сигнал. Даже такая простая плоская многовибраторная антенна будет принимать сигнал значительно лучше, чем треугольное чудовище Серпинского. Ни один адекватный радиотехник не скажет, что они лучше обычных стержневых антенн. Производители до сих пор используют стержневые антенны. Производители не используют фрактальные антенны. Дураки? Вряд ли. Дело в том, что при детальном рассмотрении фрактальных антенн оказывается, что у них нет никаких преимуществ, кроме широкополосности. Но вся соль в том, что большинству систем не нужны широкополосные антенны. Наоборот, большинство систем работает на строго заданной частоте. Фрактальная антенна – это самоподобный искрепленный проводник. Фрактальная антенна состоит из множества подобных по форме и разных по размеру участков. И каждый такой участок имеет свою собственную частоту колебаний. Таким образом, фрактальная антенна может принимать не одну частоту, а множество частот. Форты крепости, постройки которых невозможно без космических кораблей и систем спутниковой навигации по всей планете, повторяют структуру Коха, то есть тоже являются резонаторами. Но если брать каждую конкретную частоту, то коэффициент усиления фрактальной антенны заметно меньше, чем у обычной стержневой антенны. Если в первом случае это антенна, то во втором случае это антенна, установленная на сферический накопитель и одновременно резонатора Гельмгольца, если этого требует проект. Можно с этим не соглашаться, но тогда архитекторы конкурируют с аборигенами в своем карго-полете. То коэффициент усиления фрактальной антенны заметно меньше, чем у обычной стержневой антенны и даже простой печатной полосковой антенны. Почему? Потому что все это множество самоподобных участков мешает в определенном смысле приему конкретной частоты. Допустим, нам нужно принимать сигнал на конкретной частоте, скажем, 2,4 ГГц, а сигнал в антенне ослабляется присутствием участков с разными волновыми характеристиками и накладывается на колебания других частот. В итоге, амплитудно-частотная характеристика фрактальной антенны очень широка, но по амплитуде весьма плачевна. Если сравнивать АЧХ простой стержневой антенны и АЧХ фрактальной антенны, то становится очевидно, почему производители не используют фрактальные антенны в большинстве систем. Коэффициент усиления востребован всегда. Широкополосность востребована редко. И такие системы, как Wi-Fi, во фрактальных антеннах просто не нуждаются. Изучив сотни фотографий куполов, крестов, а также крепостей звезд, напрашивается вывод о связи всех строений с сакральной геометрией кривыми Миньковского и Финцлеровой геометрией. Исследования, которые проливают свет на то, почему геометрия формы влияет на биопроцессы, а также на ход времени выраженные этими же биопроцессами. Крепости-звезды абсолютно повторяют снежинки Коха. Кресты храмов кривые Миньковского, а стены дворцов поверхности Коха. Пирамидальная оригинальная обивка грановитой палаты в Москве 15 век и многих домов в Европе по типу беззаховых камер. Есть нечто иное, как некая аналогия поверхности Коха. И все это резонаторы, излучатели, приемники и передатчики. На связи Тимур Гаранин. Сегодняшний ролик я решил еще раз посвятить фрактальным антеннам. Наверное, все видели подобные изображения крестовидных фрактальных антенн. Но мало где вы найдете удовлетворительное объяснение того, как они работают, как рассчитываются их диапазоны и вообще, что это за тип антенны с точки зрения применения. Самый простой пример преобразования линии – это треугольник Коха. Алгоритм построения заключается в следующем. Мы разбиваем линию на три равных части и вместо средней части вставляем две линии, длина каждой из которых составляет ровно длину вырезанного участка. На этом одна итерация заканчивается. На следующей итерации мы разбиваем уже новые отрезки на три части и их среднюю часть заменяем двумя линиями. Совершенно очевидно, что с каждой итерацией общая длина линии возрастает. И возрастает она в 4 третьих раза за каждую итерацию. Это как раз и означает, что применение фрактала позволяет создать антенну с той же длиной полотна, но меньших габаритов. Плюс к этому, за счет появления в полотне отрезков меньшей длины, диапазон принимаемых частот расширяется вверх. Обратите внимание, что располагать две линии на месте вырезанного отрезка можно под разными углами. И чем больше этот угол стремится к 90 градусам, тем эффективнее заполняется пространство. Разбиваем линию на три отрезка. Вместо среднего отрезка вставляем три отрезка равной длины под углом 90 градусов. Видим, что общая длина линии выросла в 5 третьих раз. На следующей итерации мы разбиваем уже новообразованные отрезки на три и вместо среднего вставляем три отрезка. Таким образом, каждая итерация увеличивает длину кривой в 5 третьих раз при одинаковых габаритах. Либо уменьшает габариты во столько же раз при одинаковой длине полотна. Но кроме фракталов, которые преобразуют линии, существуют фракталы, которые преобразуют плоскости и объемы. Одним из таких фракталов является крест-висевка. Он же иногда называется крестом Минковского и даже крестом Коха. Хотя Кох непосредственного отношения к нему не имеет. Образуется этот фрактал поочередным удалением средних частей от сторон квадрата либо от углов квадрата. В результате образуются крестовидные фигуры. Более рациональное использование пространства мы получим в крестовидных антеннах, образованных площадью под кривой треугольника Коха с углом построения, стремящимся к 90 градусам. Такие антенны, разумеется, не будут работать как рамочные. Они представляют собой одну из форм древовидных антенн. Наводимый под действием внешнего электрического поля ток будет суммироваться во всех ветвях дерева и в центральной точке, куда и следует подключать центральную жилу кабеля, ток будет максимален. Как уже упоминалось, одним из главных достоинств фрактальных антенн являются их малые габариты. Фрактальные антенны вполне можно отнести к ЭМА, электрически малым антеннам. То есть их габариты могут быть значительно меньше длины волны. Однако, что касается конкретно крестовидных антенн, то очевидно, что этот тип антенн, хоть и меньшего размера, чем их нефрактальные аналоги, однако использует пространство недостаточно эффективно. Если мы хотим использовать пространство более эффективно, нам стоит использовать другие фракталы. Кривые Гильберта, Пиана и в некоторых случаях даже обычный меандр могут позволить уменьшить размеры антенны не хуже квадрата Коха и при этом эффективнее использовать пространство. Подобные антенны мы видели в Баальбеке. Это храмовые меандры. Подобные излучатели есть в каждом городе Российской Федерации. И не только. И, конечно же, самый знаменитый в мире храм Будды Барабудур или Вихара Будды Ур, что означает, что Будда был Уром. По ведам ариев, это планета Урай. Большие белые люди, гиганты. Отсюда слово культура. Ур это Бог. И храм этот есть нечто иное, как мощнейшая фрактальная антенна, где отдельный излучатель и есть каменная Будда, которая расположена в узлах квадратной сетки. И антенна может иметь огромную мощность за счет когерентности сигнала и компактность за счет фрактальности, а также изменять угол и направление сигнала, не меняя положение в пространстве самой антенны за счет изменения сигнала в отдельном излучателе. Аплодисменты Тимуру и Айде подписываться на его видеокурс. Полюбуемся храмом Ура. И Айда делает выводы о том, что резонаторы у нас в каждом дворе, где только легкое нас не носило. И не забываем о том, что такое трансформаторная будка. А если простые истины не подвластны господам ученым, то это не ученые, а тупицы. И мы желаем им поумнеть. Это фантастика? Да нет, не фантастика. Гораздо больше фантастикой является следующая картинка. Посмотрите на этот слайд. Здесь работает принцип глобального подобия, дает нам новый взгляд на мир. Слева видите нейронную структуру мозга масштаба 10-3 сантиметра, а справа галактическую структуру метагалактики масштаба 10-26 степени сантиметра. 29 порядков на масштабной оси разделяют эти две картинки. Я представляю, сколько сейчас критики обрушатся на меня со стороны классических физиков. Они скажут, ну, нафантазировали. Тогда их отсылают в другой работе. В другой работе известного советского академика Маркова. Это очень известный классический академик 20-го века. В справке о нем написано, что Марков создал новую модель Вселенной, микромакроскопической Вселенной, в которой есть представление о каких-то фундаментальных частицах максимумных. Эти фундаментальные частицы имеют размер 10-33 степени сантиметров. Но именно Марков, использующий все самые современные теории физики и математики, доказал, что внутри фундаментальной частицы, более того, вся наша метагалактика, со всеми этими огромными размерами, со всеми этими в 10-й степени галактик, по мнению Маркова и по его расчетам, может быть фундаментальной частицей какой-то Вселенной большего масштаба. А ведь я вам просто пересказал классическую теорию классического ученого, опубликованного в издании Академии наук СССР. Я думаю, что после того, как вы это узнали, уважаемые ученые, вы не будете столь придирчивы к моим фантазиям на эту тему. Итак, чтобы понять устройство Вселенной, нужно понять устройство одного из ее уровней. Это принцип Гермеса Треснегиста. Я думаю, что после того, как вы это узнали, уважаемые ученые, присоединяйся на эту тему? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok